всем доброе утро на меня напал дикий зверь и дикий зверь мы с лёшей проснулись алиса еще спит вчера на ночь помыла голову и волосы такие пушистые пушистые прям объему корней прям торчат вверх уже кофе попили ждем когда алиса проснется лишь мне посылка пришла василек забрать надо сдэк у нас кстати сегодня до плюс 21 а завтра будет плюс 26 до лёша меня заставляет накраситься ему видеть или нужно срочно выйти в прямой эфир и нужно чтобы я выглядела хорошо а я не хочу а я отдыхаю а он уже готовится во все а что за прямой эфир то я не поняла где ты будешь выйти прямой эфир вот все мне идет ожидание подключения во неужели блин с 20 миллионов пятого раза у тебя соединение плохое у тебя интернет сегодня приготовим котлетки из куриной грудки рецепт очень простой очень быстрый нам нужно куриная грудка майонез крупа манная соль одно яйцо масло подсолнечное приправы приправа можете добавлять любые по вкусу какие вам нравятся и чуть-чуть чесночка я добавлю сушеного курицу будем нарезать кубиками вот так примерно вот так у меня получилось сейчас мы добавим майонез манку соль приправы яичко манки 3 ложечки столько же мазика приправы добавляйте те которые вам больше всего нравится еще я хочу добавить немножко чеснока все перемешаю попробую на соль если будет недостаточно то добавлю это приправа у меня с солью по мнению было достаточно соль я добавлять больше не буду теперь это все мы оставляем на 10 минут чтобы настоялась и затем будем жарить ребят сижу крашусь и смотрю за листочкой она у нас вышла в прямой эфир общается со всеми причем очень грамотно общается вопросики задает пояснения дает такая умничка прям маленький блогер смотрите кого-нибудь чесает где ты ну что я накрасилась вот хорошо подожди забыть теперь формируем котлетки и выкладываю на нашу уже разогретую сковороду вкусно будет я думаю что будет просто пальчики оближешь пахнет вкусно пришла посылка от василька буду сегодня открывать здесь за дверью алиса сейчас покажу ой я на минутку хулиганка вот такая красотища у меня получается ой а пахнет так как аромат ну пальчики оближу ничего себе 3787 зрителей тебя смотрели молодец зубы только не ломается попозже выйдешь в эфир опять сейчас кушать идем так давай папа сейчас все подготовил понравилось далее совести прямой эфир классно пока волосы запутала по моему дожди я поправлю на потолка день кушать же будешь смотрите папа сделал пробуй дайте пока да я сделаю вкусно мяско куриное давай ободок одену хорошие ребятки сегодня попадались тебя вы стерня на постоянно дались прямой эфир сейчас ребят тоже попробую пахнет как шашлычок лишь очень вкусно получилось обалденно обалденно смотрю есть у него еще или нет я точно 2 съем очень вкусно ребят очень вкусно как шашлык будем сейчас с лёшей перестелать его кровать мою уже перестели давай давай блин мне все упало это неправильно правильно нет полосы идут когда вот так более не должно быть ну ты че сочиняешь то давай делай я его покупал вот так оно должно вот никак не ветрю давай яа вот ярлык у тебя он ничии вот так оно должно быть полосами люди скажите пожалуйста как должно быть это одеяло вот по моему оно должно быть вот так вот хотелось А Леша говорит, что вот так, а так оно длиннее. Что, прикалываешься, что ли? Вот так. Ну, у тебя потом будет там все завернуто. Вот на ерунке можешь даже посмотреть размеры. Я вижу размер, что оно длинное, когда оно вот так. Давай, отдергивай. Мне очень нравится вот этот именно комплект киевский, потому что здесь все одного цвета, из одной серии. Что под одеяльник, что подушки, наволочки, что простынка, смотрите. Получается прикольно. Да, Леша? Да. Красиво. Надела свой костюмчик Adidas. Хорошо, что никому не отдала. Очень классный. Было желание его отдать, потому что мне казалось, что... Ну, пузико видно. В общем, я комплексовала немножко из-за пузика. Но потом подумала, а что я комплексую? Есть люди более полные, чем я. Ну, там... Не знаю, почему тут я считаю, что вот эти бачки мои... Короче, я в основном... В основном я комплексовала из-за своих бачков. Все пыталась их прикрыть. А здесь штанишки, видите, какие? С не очень высокой посадкой. Она как-то вот не высокая, не низкая. А я сейчас немножко схуднула. И мне очень нравится, как я выгляжу. Схуднула, кстати, потому что заболела. Стала меньше кушать. Сейчас пойду делать планочку. Пойду какие-нибудь упражнения поделаю. На улицу пока не хожу. На скакалки не прыгаю, потому что холодным воздухом дышать не хочу. Сначала делаю планку. Но недолго, секунд 30, не больше. Короче, я делаю, ребят, все подряд. По чуть-чуть. Чуть-чуть того, чуть-чуть того. Главное вообще просто движение. Ну, хотя бы просто немножечко себя раскачать. Леша с Алисой только что ходили гулять. Леша принес мне запеканочку со сметанкой. Сейчас буду кушать. Там еще у тебя два круассана. Один с шоколадом, один еще с чем-то. Спасибо. Алисочка в туалете руки моет. Синди там что-то делает. Чуть позже буду разбирать этот пакет. Хочу глянуть, что мне прислали на обзор. Интересно, да? Синди выйти хочет? Уйти, моя сладкая. Ой, мой зимой. Ты пока кого нет сегодня? Она, кстати, спала все время, пока вас не было. Отсыпалась. Сходим в туалет. Своди ее, да. Погуляй с ней. Леша сейчас поедет в магазин. У нас сегодня плюс 21. Еще жаром. У нас сегодня плюс 21. Мне так нравится этот костюм. Леш, тебе нравится? Да, вообще так. А тебе не кажется, что я схуднула? Посмотри на меня. Юль, твои 200-300 грамм плюс или минус вообще это как бы... Ты как была миниатюрной, так и осталась миниатюрной. Ну, будем надеяться, что тебя слышно миниатюрной. Надела тапочки, а мне их мама дарила. Смотрите, кто на них нарисован. Если бы мама знала, что Тедди приобретет, наверное, мне бы их не отдала. Это же Теддичка. Это же малыш Теддичка. Зайчик такой маленький. Ребят, я прям пищу от этого Теддички. Особенно сегодня мама в Инстаграм выставила видео, где он маленький храпит, лежит и Теддичку сосет язычком. Блин, такая прелесть. Я прям не могу. Мне так он нравится. Я так хочу его скорее увидеть. Я не знаю. Мне кажется, что на видео он, наверное, не такой, как в жизни. Очень хочу его увидеть. Но я понимаю, что мы еще не скоро с мамой увидимся. Так, вот очень жаль. Такое чувство, что мы уехали жить в другой город. Или даже в другую страну. Ужасно. Сапеканка со сметаной. Я очень люблю сметану, поэтому полбанки точно. Вот на такой кусочек я всегда делаю. С чаечком. Хочу еще ногтями заняться, потому что стали ломаться и лак уже стирается. Трескается. У меня на ногах сейчас какой-то бордовый, но он идет под матовый. В бутыльке он налит как будто он глянцевый, но я когда нанесла, я увидела, что он становится матовым, когда высыхает. Классный лак. Очень мне понравился и по качеству, и по стойкости. Потом покажу вам как-нибудь, что это за лак. Леша пришел из магазина. Я уже перемыла все фрукты. Лимончиков захотела. Он взял разные виды лимонов. Два вида. Одни в одном магазине, другие в другом. Здесь у нас ягоды тоже нужно помыть. И зелень. А горошка не было, да? Все уже горошек. Все отошел? Не очень, да? Ну, там по нему. Ну что, не терпится мне. Хочу распаковать все, посмотреть. Завтра будет примерка. И ссылку оставлю на этот магазин. А сегодня просто хочу глянуть. Первое впечатление. Вот, пледики. Заказала два пледа. Белый, розовый. Полотенца. Туркменистан. Кстати, реально, вот эти полотенца, они очень классные. Очень. Мы доказывали с Лешей. Туркменистан полотенца в голубом цвете. Нет, в синем. Это голубой, а там был прям такой синий. Очень хорошего качества. Ну что, ребят, буду все сейчас разбирать. Буду снимать упаковку. Буду все просматривать. Завтра покажу вам, что Яна заказывала более подробно. Постельным бельем хочу заправить кровать. Хочу вам показать, как выглядит. Работы много, поэтому говорю всем пока-пока. Ой, какое большое полотенце я заказала. С Лешин рост, да? Мне метр восемьдесят. Метр восемьдесят, да, на метр. Ну, классная, да, Леш? Вообще крутая. Ваш цезарь приказывает вам. Вперед, римляне! Прикольно, да? Да. Как цезарь. Стопроцентный хлопок. Я покажу вам завтра, какое полотенце становится, когда его постираешь. У нас есть уже постиранные. Ну, все. Пока-пока!